Часто играли неполными составами, много бросали и забивали больше обычного. Накануне «Металлург» одержал уверенную победу в матче с «Адмиралом». Хозяева льда допускали меньше ошибок и не прощали их гостям. Последнюю встречу домашней серии магнитогорцы завершили со счетом 4-2. Наблюдала за игрой команд наша съемочная группа. Первые 15 минут матча не порадовали зрителей особой зрелищностью. Поочередно команды создавали опасные моменты, но не могли их реализовать. Под конец периода игроки «Адмирала» стали допускать ошибку за ошибкой. Сразу два хоккеиста отправились на скамью штрафников. Преимуществом не мог не воспользоваться капитан магнитки. Пропущенный гол гостей не раззадорил. На перерыв «Металлург» уходил с численным преимуществом. Начав очередной период в формате 5 на 3, Сергей Мазякин снова наказал «Адмирал» за ошибку и оформил дубль. А вот вторая шайба в воротах заметно разозлила соперников. Спустя минуту они прислали ответ. Однако азарта прибавилось и у «Металлурга». На протяжении нескольких минут магнитогорцы не выпускали подопечных Александра Андреевского из зоны. «Адмирал» даже взял таймаут. Однако изменить расклад игры ему не удалось. Ближе к середине периода хозяева всё же сломили оборону гостей и Ян Коварш забросил первую шайбу в сезоне. Страсти кипели. Всё чаще опасные моменты у ворот стали перерастать в стычки. Во второй половине матча ошибку допустил игрок магнитки, подарив гостям возможность сократить разрыв. Чтобы реализовать большинство, адмиралу понадобилось меньше минуты. И всё же «Фортуна» по-прежнему оставалась на стороне хозяев. В конце периода «Металлург» вновь получил численное преимущество, а соперник – четвёртую шайбу в ворота. Мы хорошо сыграли в обороне, делали меньше своих ошибок, больше старались сыграть в их зоне. Всё нехорошо работало, сработало большинство. А вот третий отрезок игры заставил болельщиков магнитки поволноваться. Большую часть времени хозяева льда провели в своей зоне. Адмирал то и дело посылал шайбы в ворота Ильи Самсонова. Однако молодой голкипер стойко выдержал натиск и в сухую отстоял период. Последний домашний матч «Металлург» завершил со счётом 4-2. Ну, несмотря на поражение, я доволен, как ребята сегодня сражались, какая была самодача у них на льду, с содержаниями. Говорят, да, мы наделали кучу индивидуальных ошибок, которые повлияли на исход сегодняшней встречи. Но ещё раз хочу повториться, что именно с содержаниями игры я сегодня доволен. Спасибо. Завершив домашнюю серию с хорошим настроением, хоккеисты-магнитки покидают родной город. Впереди пять матчей на выезде. А уже 22 сентября «Металлург» вновь будет принимать гостей. На этот раз ближайших соседей – команду «Салават Юлаев». Анастасия Бандурина, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак».